всем привет вы на канале вяжем дома и сегодня я хочу предложить вам вместе со мной связать вот такую вот замечательную шапочку это в принципе шар шапочка тыква она с такой торчащий макушечкой начинается с резинки 2 на 2 дальше переходит в резинку 4 на 4 вот шапочка уже после в эту готовом виде она получилась 23 на с половиной сантиметров ширина вот по низу 16 сантиметров давайте приступим непосредственно к вязанию вязать шапочку мы будем вот из таких вот ниточек от фермы картопу здесь 100 граммах 150 метров нам понадобится также два размера спиц вот на этих мы будем резинку вязать а это основную часть хотя там вся шапка можно сказать это резинка но все равно изначально резинку свяжем на меньшего размера спицах я наберу для размера 52 наберу 80 петель у вас может быть другое количество но оно должно быть кратно 8 8 так как основной потом рисунок будет резинка 4 на 44 лицевых 4 изнаночных то есть 8 петель должен быть кратно 8 то есть 72 или 80 петель надо набрать ну 8 88 и так далее смотря из каких ниточек вы будете вязать и каким номером спиц таким давайте вот так классическим образом я наберу 81 петлю 1 пойдет на соединение в круг и 80 нас останется на шапочку вот я набрала 81 петлю теперь нам нужно соединить их в круг так вот распределили посмотрели что нигде ничего не перекрутилась с левой спицы снимаем петельку на правую первую петельку на правой спицы набрасываем на снятую и и спускаем ниточки затягиваем и возвращаем петельку обратно на левую спицу и теперь мы будем вязать по кругу резинкой 2 на 2 2 лицевые и 2 изнаночные изнаночные я буду провязывать за заднюю стенку и так резинка ровнее получается вы можете вязать так как ну как вяжете таким образом чередуя 2 лицевые 2 изнаночные вяжем до конца ряда вот я провязала полностью рядочек и теперь вяжем по рисунку то есть над лицевыми лицевые над изнаночными изнаночные то есть продолжаем также вязать резинку 2 на 2 вяжем ее до нужной нам высоты я провязала резинкой 2 на 2 необходимую мне высоту меня получилось 19 рядов я провязала с померяю сколько в сантиметрах вот это 6 сантиметров и теперь из резинки 2 на 2 нам нужно перейти на резинку 4 на 4 для этого я одну петельку не довязала в конце ряда вот она и теперь нам нужно поменять местами лицевые петельки с изнаночными для этого мы при помощи дополнительной спицы ли кто умер и перекрещивать спицы без нее делая ну делайте как бы без нее смотрите нам нужно вот эту вот лицевую и изнаночные поменять местами изнаночную петельку оставить за работой снять на дополнительную спицу вот она за работой петля и провязываем вот эту вот петельку лицевой дальше вяжем петельку с дополнительной спицы назад одела ее на левую вяжем изнаночной теперь нам вот эти также поменять надо лицевую с изнаночной только уже лицевую оставляем перед работой провязываем одну изнаночную и затем провязываем лицевую вот так вот у нас получается дальше мы вяжем по рисунку 1 изнаночная 2 лицевых 1 изнаночная и вот здесь вот мы опять начинаем перекрещивать петельки изнаночную петлю оставляем за работой вяжем одну лицевую и дальше провязываем изнаночную с дополнительной спицы опять перекрещиваем оставляем перед работой лицевой вяжем изнаночную и затем лицевую с дополнительной спицы дальше 1 изнаночная по рисунку 2 лицевых 1 изнаночная сейчас опять перекрещиваем оставили за работой 1 лицевая затем изнаночные дополнительные спицы перекрещиваем эту лицевую с изнаночной перед работой изнаночная и для с дополнительной спицы дальше вяжем по рисунку изнаночная 2 лицевые изнаночные опять перекрещиваем и таким образом вяжем до конца ряда внутри второй ряда первый ряд довязала вот этого перекрещения второй ряд мы вяжем просто по рисунку петельки нигде ничего местами не меняя и так полностью провязываем целый ряд провязала второй ряд по рисунку вот не довязывая 1 петельки до конца ряда будем менять их местами так опять давайте снимаем петельку на дополнительную спицу и оставляем за работой провязываем одну лицевую и дальше вяжем петельку с дополнительной спицы провязываем ее изнаночной следующая петелька изнаночная еще раз изнаночная и опять меняем лицевую с изнаночными местами только уже перед работой оставляем вяжем изнаночную и дальше провязываем петельку лицевой так вот у нас с вами получилось следующие 2 вяжем 2 лицевые и опять петельки мы должны поменять местами изнаночную оставляем за работой вяжем лицевую и дальше петельку с дополнительной спицы изнаночной провязываем еще вяжем изнаночными и опять петельки меняем местами лицевой перед работой оставляем провязываем петельку изнаночной и дальше петельку с дополнительной спицы лицевой видите у нас получается вот таким образом что здесь 4 изнаночные 4 лицевые опять 4 изнаночные вот эти вот петельки вяжем 2 изнаночные по рисунку меняем вот эти вот местами вставляем за работой вяжем лицевой и затем изнаночную дальше опять 2 изнаночные лицевую с изнаночной опять меняем местами вставляем перед работой провязываем петельку изнаночной и дальше вяжем петельку лицевой вот так вот у нас получается с вами так продолжаем вязать до конца ряда вот я провязала полностью ряд и мы теперь перешли на резинку 4 на 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 вот здесь вот кстати я сказала вам два номера спиц можно уже перейти на чуть побольше размера в принципе можно остаться и на этим и на этих спицах ничего не менять он будет достаточно ровно вот у меня эти 325 я конечно может перейду на три с половиной потому что здесь такой кончик острый не уже весь палец он истыкал и все таким образом резинкой 4 на 4 вяжем на нужную нам высоту шапочки и затем покажу мы я вам как мы будем закрывать макушку я провязала нужной высоты мне шапочки и теперь будем делать убавки сейчас померю сколько у меня получилось высота шапочки у меня получилось 22 сантиметра она такая поголовки и макушечка немножко будет торчать так вот у нас идет сектора 4 изнаночных петельки начнем убавки с изнаночных петель в первом ряду сейчас и секунду повешу маркер мы начнем сокращение с изнаночных петель смотрите вот 4 петельки идет первую петельку мы вяжем изнаночной следующие 2 мы провязываем 2 вместе за переднюю стенку изнаночной вот так и третью петельку мы также вяжем изнаночной вот таким образом у нас сокращается одна петля следующие лицевые мы вяжем ничего не убавляя 4 лицевых следующий сектор изнаночных идет 1 изнаночная 2 изнаночных вместе 1 изнаночная вот 3 петельки осталось следующие 4 лицевых вяжем без убавлений следующем секторе также 1 изнаночной вот эти вот 2 вместе провяжем убавим и так до конца ряда провязала полностью первый ряд второй ряд мы вяжем все петельки как они есть без убавок изнаночные вяжем изнаночными лицевыми вяжем лицевыми и так до конца до конца ряда вот я провязала второй ряд не до конца вот оставляя одну петельку смотрите давайте маркер снимем на минуточку вернем петельку обратно на левую спицу и начиная третий ряд не довязывая одну лицевую 2 ряда и изнаночную 1 мы провязываем вместе лицевой так и можно повесить а вот сюда марки это вот здесь повесим вот сократили дальше вяжем изнаночную петельку следующую изнаночную и вот эту нам нужно провязать вместе также лицевой вот так вот провязали следующую дальше идут 2 лицевые потом чтобы хорошо смотрелось мы вот эту лицевую поменяем и так местами и провяжем вместе лицевой за заднюю стенку вот дальше вяжем изнаночную и следующую изнаночную с лицевой вместе лицевой дальше идет 2 лицевых опять вот эту лицевую меняем вяжем за заднюю стенку вместе лицевой следующая 1 изнаночная дальше изнаночная с лицевой вместе 2 лицевой опять меняем петельку переворачиваем вместе лицевой 1 лицевая и 1 изнаночная и дальше опять изнаночную с лицевой вместе лицевой 2 лицевые и сейчас вместе вот смотрите нас сектор идет 4 лицевых 3 изнаночных как бы вот это 1 лицевая изнаночная идет сокращение и вот это 1 изнаночная идет в сокращении нас получается между ними 1 изнаночная остается так получается вот это вяжем вместе лицевой изнаночная и вот это вместе лицевой и так до конца ряда вот провязали опять меняем местами вместе вяжем лицевой 1 изнаночная вот эти вместе провязываем лицевой дальше 2 из лицевые меняем местами провязываем лицевой 1 изнаночная и опять 2 вместе лицевой надеюсь понятно объяснила и так вяжем до конца ряда вот мы довязали следующий ряд мы вяжем по рисунку рисунок у нас получился смотрите какой 1 изнаночная и 4 петельки лицевых это после сокращения 1 изнаночная и 4 лицевых это получается убавок мы сейчас провязываем 4 ряд в четвертом ничего не убавляем пятый ряд вяжем 1 изнаночная вот идут 4 лицевых сократим вот эти две центральные 1 лицевая дальше 2 вместе лицевой 1 лицевая дальше 5 1 изнаночная 1 лицевая 2 вместе лицевой и так до конца ряда смотрите как в этом пятом еще ряду можно сократить вот 4 лицевых одну лицевую вяжем эти две сначала мы перевернули затем провязали лицевой следующая лицевая так вот получается знакового перевара когда мы переворачиваем петельки смотрится а вот так когда мы вяжем их просто за переднюю стенку не переворачиваем так что здесь все на ваше усмотрение как вам больше нравится и так и так перевернули за заднюю стенку получается хорошо так что вот в пятом ряду можете выбрать провязала пятый ряд до конца 6 мы вяжем по рисунку нигде ничего не убавляя 1 изнаночная 3 петельки лицевых 1 изнаночная 3 лицевых и так вяжем до конца ряда провязали 6 ряд данной на это был вяжем 7 смотрите у нас осталось 3 лицевых 1 изнаночная вот это вот изнаночную с лицевой вяжем вместе лицевой просто за переднюю стенку так лицевая 2 лицевых дальше опять сокращаем изнаночную лицевую вместе лицевой вот 2 лицевых кому уже неудобно можете перейти на чем на чулочные спицы следующую изнаночная лицевая вместе лицевой 2 лицевых опять изнаночная лицевая вместе лицевой и так вяжем до конца ряда а 8 ряд провяжем по рисунку ничего не сокращая провязала 8 ряд и последний 9 ряд мы вяжем просто по 2 вместе лицевой для этого вот петельки переворачиваем провязываем ее за заднюю стенку 2 вместе лицевой следующие 2 переворачиваем провязываем вместе за заднюю стенку лицевой опять переворачиваем провязываем за заднюю стенку и так провязываем до конца ряда все и вот сократила мне по моему 15 петелек осталось отрезаем ниточку берем вот такой вот трикотажную иглу одеваем туда ниточку и теперь нам нужно оставшиеся петельки одеть вот на эту ниточку при помощи иголочки также можно это сделать при помощи обычного вязального крючка протаскиваем петельки смотрите осторожнее чтоб никак не убежала то у вас там все распустится все стягиваем вот такая вот макушечку у нас получилось стянули ниточку убиваем на изнаночную сторону есть опять стягиваем чтобы не разъехалась и закрепляем нитку и вот ее так просто стежках за пропускаю по несколько раз так и в конце можно сделать узелочек еще один вот так я ищу для пущей надежности все и можно ниточку обрезать нам осталось спрятать ниточку начального края также при помощи инглы кто меня смотрит постоянно бы уж извините что каждый раз это показываю но стоит мне только не показать как начинаются вопросы а как спрятать кончики видать много новеньких кто смотрит впервые и не знают просто куда дети кончики так вот пропускаем в ряд лицевой глади сначала в одну сторону затем противоположную все ниточку так подчините чтоб не стягивала и можете смело обрезать она никуда не денется вот в принципе все у нас получилось вот такая вот шапочка такой вот макушка осталось только ее постирать так вот она смотрится вот эти вот все петельки у нас разгладятся после этого в принципе все надеюсь видео и шапочка вам понравилось вы обязательно свяжите всем пока а